привет друзья а что искать чтобы найти счастье да ну вот мы это говорим психологи все говорят счастье внутри нас счастье внутри нас ну как его найти но очень много заблудших людей которые рай вот этот вот который появляется у нас когда мы совершаем какие-то действия получаем результат включаются райские мозги условно говоря райские участки мозга наслаждение да и крылья растут человек такое ощущение получает получая результат связи за какими-то усилиями связи напряжениями результат появился у него ощущение я есть я есть это человек каждый человек нуждается в подтверждении своего бытия что существует потому что если представить себе человека который ничего не может но его и нет ни для себя ни для кого полезность я могу ну человек как этого достигает разными способами находятся учителя лжи учителя которые говорят что рай и ад вовне находится если люди через своим уровнем развития так и думают что я умру допустим и попаду в рай или в ад и только бог знает кто попадет в ад поэтому не греши есть заповеди достаточно умные люди они понимают что царство божие внутри нас есть но люди разделяются по степени своего развития и в чьи руки они попали в свое время потому что вот например очень много из индийских из индийских из индийских упанишат рамаяны там ригвет там и так далее просто брали люди какие-то уже учителя вот например писали резервуар наслаждение в тебе и привели к этому человеку я не говорю его авторское имя кто-то там попал в эту секту не хочу сейчас вот этим заниматься разборками начну сейчас сразу нападать критиковать что ты там понимаешь ну бог с ним я говорю о сути смыслах так вот послушайте он начал с того что к нему привели одного молодого человека который производил по его инструкции определенные повторяемые движения я испытал необыкновенное блаженство резервуар наслаждения а потом этот молодой человек показал другому молодому человек тот показывал третьему и там через год полтора сотни тысяч людей стали делать это повторяемое действие испытывать необыкновенные ощущения безмятежности райского наслаждения ну вот так вот так вот его можно зацепить человека и начать выучить потому что человек уже хочется испытывать ощущение радости чувство что я есть уверенности да вот там кто-то все время опекает там мне какие-то в личку пишут записки ладно я вам сразу скажу что надо искать чтобы попасть в рай условно говоря когда мы делаем повторяемое движение например надо искать ритм автоматизация этих движений ну на этом и повторяемость молитвы построена и рок-н-ролл повторяемый на этом построен да и четки на этом основана и жвачка когда ты повторяемые движения делаешь ты снимаешь напряжение то есть когда ты делаешь повторяемые движения повторяемые движения снимают напряжение это закон природы у тебя возникает состояние умиротворения благоденствия глубинного душевного покоя там на дне души если ты в этот момент себя опускаешься там 0 это состояние такое состояние нирваны состояние дзен состояние по-разному называемая это во многих школах и у суфьев и системах даже это есть в каббале когда человек там там идет по ступеням определенным но когда он понимаете что он достигает какого-то нового качества качества уровня у него появляется это состояние это во многих школах есть просто беда в том что у нас грамотности этому не учат когда ставят рай от вне нас вне нас это для одних людей которые в это верит для других людей которые думают мыслить хотят понять как они устроены они все время сомневаются они все время сравнивают они думают они мыслитель поэтому написано homo sapiens человек разум для него от для него от и рай внутреннего есть но это когда он сильно напряженный или когда он расслаблен и вот там определенные участки мозга включаются определенные нейросети активизируются такой тем хочу сказать чтобы найти счастье нужно искать три вещи первое смысл жизни когда ты занимаешься любимым делом и ты там ходишь в это состояние ради чего ты живешь второе когда нет любимого дела ты можешь совершать какие-то повторяемые движения у нас есть методы круче шалтай болтай там и покачивания ну много там всяких повторями да чтобы ты вышел в ритм то есть искать надо ритм автоматизации по дорожки какой по зеленой зоне ищи как тебе приятнее я вот сижу вот так раскачиваюсь еще как мне приятнее то есть я ищу ритм как ходишь в ритм бега и у тебя напряжение падает и ты можешь бежать долго и не уставать вот такое состояние а если напряжение растет если ты в ритм не попал такое становится адовое что тебе так тяжело бежать так тяжело бежать вот а то рад 2 внутри нас есть так тяжело бежать но ты когда всю воду собираешь и ум и сердце и тело в едином порыве добежать или ты преодолеваешь пик напряжения у тебя опять легкость но уже на контрасте включаются эндорфины и рай такое состояние необыкновенной легкости ты бежишь ты бежишь на автомате вот это состояние называется вторым дыханием на самом деле это можно испытать и без бега если ты очень сильно напряжен или ты сильно напрягся напрягся потом отпустил себя и вышел на это состояние повторяемых движений таким образом таким образом смысл жизни в этом счастье счастье именно смысле жизни это любимое дело когда ты занимаешься любимым делом ты хочешь в это состояние там тебе помогает природа это первое второе повторяемых движениях ищешь ритм ритм автоматизации по зеленой зоне это путь это дорожка краю или ты делаешь идея рефлекторные приема это третье потому что когда ты воображаешь себе какое-то движение и она пошла на автомат автоматизация то есть и ты ищешь автоматизацию или ты ищешь ритм повторяемого действия ты выходишь на это состояние там у тебя напряжение падает возникает ощущение легкости и ты чувствуешь я есть то же самое как я вначале сказал получается когда ты добиваешься путем каких-то усилий в работе или где-то результата все это все это видите я вам расскажу для того что были аналогии чтобы лучше поняли что такое счастье что искать чтобы быть счастливым и что это действительно внутри вас есть и меньше слушались тех которые этим манипулируют этими словами дорога рай дорога часть она внутри нас есть до встречи друзья